Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Плох тот зеля, который не станет беней. Нет, солдат, конечно, может не стать генералом, сколько бы он не мечтал. Это не так важно. А вот зеля обязательно в полночь должен превратиться в тыкву, то есть в беню. Это должно произойти обязательно, как и выборы. Ребята, выборы все-таки неизбежны. У меня есть такое ощущение, что несмотря на военное положение, все-таки наши западные партнеры таки будут настаивать на проведении выборов. Потому что договориться с вот этой шаблятиной квартальной просто невозможно, не о чем. Там не с кем говорить, нет предмета для разговора с этими людьми. Они не договороспособны, они настолько бездарны, они настолько не понимают и не хотят выполнять свои функции, они не способны на это, что выборы все-таки будут проводить. В Израиле, несмотря на то, что там война уже полвека, как они воюют, выборы проводятся регулярно. Я вам скажу, что в Южной Корее был такой прецедент, у них вообще война шла. У них выборы проходили просто под обстрелами. У них прилетали снаряды, у них прилетели, там грады прилетали и выборы проводили. Потому что необходимость провести выборы назревает. Она назревает, потому что мы находимся вот в этом зеленом тупике. У нас неспособность вот этого монобольшинства, а уже мономеньшинства, управлять государством стала очевидна. У нас перестает функционировать Верховный Рад. У нас, вопреки Конституции, нету никакой парламентской республики. У нас, вопреки Конституции, есть узурпированная власть одним человеком и его пятью-шестью менеджерами. У нас нет контроля. Вот отсутствие контроля, отсутствие государственных институтов – это та причина, почему нам не дают помощь. Потому что давать помощь, особенно финансовую, тем, кто на показ, вот все, что видит, все, до чего может дотянуться, тут же немедленно ворует и говорит, дайте еще денег. Макрон говорит, мы тут, возможно, введем военный контингент. Не надо контингент, вошел, нам не надо денег, дайте, нам войска не нужны, будут наши умирать, только денег давайте, давайте денег. Говорит Вова, хрипата посипывает, на него уже аллергия. То есть во всем мире вот эта влюбленность в Зеленского, которая на каком-то начальном этапе даже где-то играла на позитив, сегодня играет не просто на негатив. У всех уже реакция отторжения. Вы посмотрите, если раньше Зеленского лобызали во всех, так сказать, президентских дворцах, он был просто гастролер, ну, любимый персонаж всех там сенатов, конгрессов, парламентов, то сегодня он сидит тихо, как мышь под винником и тихо попукивает у себя в опе, потому что он нафиг никому не нужен, потому что все уже поняли цену клоуну. И поэтому выборы, друзья мои, это то, к чему мы рано или поздно придем. Причем, скорее всего, мы придем к выборам до отмены военного положения. И если на этом будут настаивать наши партнеры, то у нас не будет другого выхода, потому что без помощи наших союзников нам, ну, просто нечего ловить. Я уже говорил о том, что песня про границы 91-го года почему-то больше не исполняется. А что такое, Вова? Ты же выходил на сцену, там, от печки плясал, из третьей позиции начинал нам втирать про границы 91-го года. Про то, как мы летом зайдем, если отмотать все вранье Зеленского, всю лажу единого марафона, на которую нам несли все вот эти вот прожженные до мозга костей вот эти арестовичи, если на все это посмотреть, что они транслировали, ну, это уголовная ответственность, потому что это было сознательное введение в заблуждение, начиная с того, что они на 100% зная, как выяснилось, это была 100% подтвержденная союзниками информация, что война начнется со дня на день, и 24 февраля никакой эвакуации объявлено не было. Они прекрасно понимали, то есть есть преступная халатность, преступное бездействие, потому что у Зеленского была возможность выбрать между паникой под обстрелом врага и паникой без обстрела. То есть паника без обстрела, вот вы лично, вот лично вы бы, что для себя и своих детей, родственников, не дай бог, вот если бы вы оказались в ситуации, как бы в буче, вы бы выбрали панику под обстрелом или без обстрела? Напишите мне в комментариях, вот из двух зол какое бы вы выбрали? Но Зеленский не дал людям выбирать, он выбрал за них. Он же людям наврал, что да, на майские будут шашлыки. И за это надо отвечать. И я уверен, что тех, кого Зеленский сегодня посадил, кого он прессует, они, безусловно, выйдут, они получат еще компенсацию от Европейского суда по правам человека, а зеленая шобла обязательно будет отвечать. Потому что есть неисполнение своих служебных обязанностей, и есть преднамеренное введение в заблуждение населения, и фактически людей обрекли на смерть. Имея стопроцентную точную информацию, помните, когда ляпал Арестович, что если бы мы, там была бы паника туда-сюда, там все-все, то есть фактически он дал признательные показания. Я понимаю, что в судебном процессе Зеленский будет говорить, это Арестович ляпнул, Арестович будет говорить, а кто я такой, а я же вообще никто, я же пустое место. И Ермак будет говорить, что он пустое место. Но сегодня, вопреки украинской конституции, функции президента исполняет никем не избранный Андрюха Ермачидло. И поэтому они все должны вот в ту прекрасную юридическую полночь превратиться в Беню. Ну, то есть вот там, где сейчас Игорь Валерьевич, вот там должны, по сути, оказаться все виновные в перечисленных преступлениях. Потому что вы прекрасно знали, что это закончится гибелью людей. Может быть, у вас был какой-то договорняк, может быть, мы чего-то еще не знаем, может быть, вы с Путиным договорились, а он вас намахал, но если вы с ним договорились, это такое же преступление, как введение в заблуждение. Поэтому я уверен категорически, что в этом будут обязательно разбираться. И мы с вами обязательно доживем. Во-первых, до победы. Во-вторых, до судебного процесса над всеми вот этими виноватыми. Ну и в-третьих, до ответа на вопрос, что от нас скрывают до сих пор. О чем какие договорники были, и на что рассчитывала Шобла Зеленского? Потому что абсолютно понятно, что должен был произойти какой-то другой сценарий. Я в этом уверен на сто процентов, потому что есть одно обстоятельство, которое я лично знаю. Я уже с вами делился этим обстоятельством, но в поселке Гринхиллз, где учатся мои дети, там живет Арахамия. И перед войной, за день до войны, вот вечером перед войной, его малой сказал своим дружбанам, вот таким вот шкетам, что завтра начнется война. Дети понятно, они прибежали к родителям в ужасе, сказали, тут младший Арахамия такое сказал. Те на дом Арахамии, все нормально, они спокойно легли спать, дети дома. С утра жена Арахамии, чуть ли не матюкаясь там рано, все вещи без суда, в машину, в машину, шухер полный. То есть есть то, чего мы с вами не знаем, но мы обязательно это узнаем. Я категорически уверен, что нам предстоит вот открытие чудных, целый ряд офигительных, а из чудных открытий, интересную информацию, один знакомый говорил, что Игорь Валерьевич Коломойский, он по-прежнему, находясь там, где он сейчас находится, тем не менее влияет на процессы, решает вопросы и, в общем, сохраняет свое влияние, чему я лично не удивляюсь. Я понимаю, что вы, наверное, тоже. И вот я бы очень хотел, чтобы мы с вами в один прекрасный момент вот включили телевизор, где вместо единого марафона разнообразие телеканалов, и там идет дискуссия по поводу судебного процесса. Причем всеми сторонами, всеми заинтересованными, всеми политическими партиями идет дискуссия. Прекрасная дискуссия о судебном процессе, как он проходит над вороватой властью, которая заслужила именно это. А выборы, друзья мои, для Зеленского – это приговор. И он прекрасно это понимает. Он делает все, чтобы от этого отпетлять. Видно по их вот этим зеленым поросячьим глазкам, что они чувствуют неизбежность начала этого процесса, что к этому придет. Они хотят отраскаться, оттянуть, сделать невозможным, но есть сила, которая вполне может заставить это сделать. И это наши с вами союзники, то есть наши с вами партнеры, Европа, США, потому что терпеть это недоразумение у власти мне представляется больше уже невозможно. Я думаю, мы этим летом или осенью дождемся радикальных перемен в отношении к нашему солнцеликому. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. А победа, друзья мои, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заширеет.